Цветник духовный. Часть вторая. Кассета вторая. Зачищение. Аппетит в пище обыкновенно доказывает здоровье телесное, а отвращение к ней есть признак болезни. Так точно святая Алжизба пищи небесной при чистых тела и крови Христовых показывает доброе состояние души, а удаление от нее есть верный признак болезни духовной. Без святого причастия Христовых тайн человек тоже, что дерево без стока в жизни. Хлеб и вино, которые мы вкушаем в Таинстве Евхаристии, действуют на нас и во гробе по обещанию самого Господа. Ян 6,48. Худо отлучать от святого причастия, но худо и неисправному приступать. Кто из нас решился бы бросить драгоценную одежду в грязный и гнилой ручей? Осмелитесь ли вы принять драгоценную кровь Спасителя в сердце, исполненное грехов, блаженный Августин? Страх и вера, эти чувства, необходимо должны по настоянию Святой Церкви Исполнять душу и причастников Божественного естества. Когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра Христова, Святой Златоуст. Дополнение О святом причащении Блаженный Августин Притча 9,1 В этих словах мы действительно узнаем Божию премудрость, то есть совечное Отцу Слово, создавшее себе в действенном чреве дом, тело человеческое. И к этому телу, как члены главе, присоединившие церковь, заклавшие жертвы мучеников, приготовившие трапезы, извиняя хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мельхиседокову. Часть 5, 267 страница Китрем Тирин 2 Фессонтийцам 2, 16 То есть вместо временной жертвы, которые были даны прежним поколениям и прошли, дается утешение вместо жертвы, дает нам в вечном служении. Ибо хотя первое пришествие упразднило прежние жертвы, однако наше жертвоприношение, которое и есть само утешение наше, не прекратится и в самом втором пришествии. Но само это пришествие заставит оное даже изобиловать более, чем теперь. Том 7, страница 250 Итак, чтобы не любовь и только, но и самим делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти, а это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для того Он смешал самого себя с нами и растворил тело свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это знак самой сильной любви. Чтобы вести нас в большее содружество с собой и показать свою любовь к нам, Он дал желающим не только видеть Его, но и осизать, и есть, и касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнем, страшное для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какой Он показал нам. Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны и подавая вам благие надежды на будущее. «Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоти и кровь, через которые я сроднился с вами, я опять преподаю вам». Златоуст, том восьмой, страница 304, 1 Коринфянам, 10-16. Что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, оставаясь из многих зерен, составляясь, сделается единым. Так что, хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно по причине их соединения. Так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Потому и присовокупляет. Все его от единого хлеба причащаемся. Том 10, страница 236, Златоуст. И так как мы говорим о теле его, то приобщающееся тело и пьющая кровь его. Помните, что мы приобщаемся тело, нисколько неразличного от того тела, которое воссидит в горе, Которому поклоняются ангелы, которые находятся близне кленной силы. Это именно тело мы вкушаем. Златоустом 11, страница 28. Посему взирай не просто как на хлеб и как на вино, потому что по владычному изречению они тело и кровь Христовы. Хотя чувство и представляет тебе хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера. Не по вкусу судьи о вещи, но верой несомненно удостоверься, что сподобился ты тело и крови Христовой. Кирилл Иерусалимский. Четвертое тайноводительское слово. Страница 368. Иоанн 8, 52. Поэтому он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянуло воскресенье. Часто же говорит о таинстве пресещения, чтобы показать, как необходимо, и что оно непременно должно быть. Златоустом 8, страница 37. Отвергнем такое безумие, действительно безумно не уважать такую власть, без которой нам невозможно получить спасение, а и обетованных благ. Если никто не может войти в царство небесное, ащи не родиться водой и духом, Иоанна 3, 5. И не идущий плоти Господа, не пьющий крови Его, лишается жизни вечной. Кто же, кроме человека совершенно иступленного или безумного, может презирать такое страшнейшее таинство? Златоуст, том 1, страница 47, освященствия. Но какое питье, спросишь, имеет такую силу умертвить внутренних червей и змей? Честная кровь Христова, если с упованием приемлется, она может уврачевать всякую болезнь. Тон 7, страница 47. Причащение соединяет нас с самим Владыкою, и мы истинно делаемся причастниками всем таинстве самого тела Его и крови. Так как через смерть мы подверглись смерти и не спали из рая, и отделили себя от Бога, то вот через причащение снова воспринимаем жизнь вечную и, освобождаясь от тления, соединяемся с бессмертным, соделавшись ради насом, смертным воплощение. Симеон Солунский, том 2, страница 13. Синтагма Матфея Властаря. Еретиками мы называем всех тех, которые не причащаются святых тайн от священников в Святой Церкви Божией. Приношение тела и крови Христовое должны продолжать и до второго Христового пришествия до скончания мира. Предстоит Христос и теперь, кто учредил ту трапезу, тот же устрояет и эту. Не человек притворяет предложенное в тело и кровь Христово, но сам распятый за нас Христос. Представляя Его образ, стоит священник, произносящий те слова. А действует сила и благодать Божия. «Сие есть тело мое», — сказал Он. Эти слова притворяет предложенное. И как то изречение «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», — Бытие 1.28. «Хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу к деторождению, так и это изречение, произнесенное однажды, с того времени до ныне и до его пришествия, делает жертву совершенную на каждой трапезе в Церкви». Златоуст, том 2, страница 417. «Сие творите в мое воспоминание». Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев. Как Пасху вы совершали, говорит Он, воспоминания чудес, бывших в Египте, так и это таинство совершайте в мое воспоминание. Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первородных, «А эта кровь изливается во оставление грехов всего мира». «Сея есть кровь моя, — говорит Он, — изливаемая во оставление грехов». Это сказал Он также и для того, чтобы показать, что страдание и крест — суть таинства, и этим опять утешить учеников. И как Моисей сказал, «это да будет для вас помянутся памятно вечно» — исход 3.15. «Так и Христос говорит в мое воспоминание до того времени, как я приду». Златоуст, том 7, страница 820. Такова эта вечеря. Далее внушает, что она прибудет до скончания века словами «Донди же приидет», том 10, страница 273. «Жертва Христова, которую он усыновил в церкви своей до скончания века, ибо сия уже не применяется». «Ефрем Сирин», том 8, страница 77. 49. Смерть. «Есть одна встреча верная, неминуемая — это встреча со смертью. Может быть, давно уже растут те деревья, из которых будет сделан и наш гроб. Помнишь ли, что чем более живешь, тем ближе к смерти? Предусматривай будущее, как человек разумный. Наблюдай настоящее, как человек смертный». «Ефрем Сирин». «Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями наведаться о нем и о его доме? Без сомнения вы сказали бы, что сей сын не любит отца. Что посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении путем смерти к отцу небесному и о его доме, о небе и вечности?» «Необходимо сказать. Видно, сей человек не любит Бога, или, по крайней мере, более любит мир, нежели Бога». Филарет. «Живи, не чуждаясь живого, но помни и час смертный. Отнюдь ничего не твори без памяти Божией и без памяти смертной. Память смертная должна с нами ложиться на одр и вставать поутру. Ничто так неверно, как смерть, но и ничто так не сокрыто от человека, как время ее появления. Мы знаем, что умрем, но кто, а передит кого, юный или старец, или старец юного, не знаем. Смерть невидимо ходит за человеком. Там постигает она его, где он вовсе не чаял ее. Тогда постигает его, когда он не ожидал. Так постигает, как он никогда не предполагал. Господь позовет нас к себе, когда не чаем, и где не чаем, и как не чаем. Смерть косит людей, как злак полевой, не разбирая, отцвел ли он или в первой зелени. Иной из нас умирает в то самое время, как обещал себе долгую жизнь. Смерть подобна вору и хищнику. Когда не думаешь, тогда, скорее всего, придет и подкрадется к тебе. Когда встанем от сна, то вполне сомнительно, достигнем ли вечера. Опять. Когда желаем успокоить тело сном, столько же ненадежно, увидим ли свет наступающего дня. Святой Василий Великий. Иной спать на одре возляжет вечером, а поутру на одре смертном полагается. Иные легли на постель, чтобы успокоить тело малым временным сном, а уснули сном вечным. Придет утро, думай, что не доживешь до вечера. Когда настанет вечер, не смей обещать себе, что утро увидишь, по-макимпийски. Нет ни одного мгновения, которое не могло бы быть последним в нашей жизни. Помыслим. Быть может, нам суждено расстаться с жизнью та же, как нечаянно, как галилеянам, побитым в храме. Как тем несчастным, которые погребены под развалинами столпа села Амского. Лука 13.4. Так что, может быть, прежде чем мы скажем, вот, скоро надо нам будет подумать о вечности, ангел смерти отворит нам ее двери. Быть может, некоторые из читающих сегодня эти строки не увидят уже другого дня. Напрасно Давид просил Господа, чтобы он сказал число дней его. Да разумеет он, сколько остается ему прожить. Солом 38.5. Промысл всеблагие и премудрый не дает нам этого опасного знания, чтобы неизвестностью последнего дня предохранить от отчаяния тех, которые увидали бы себя слишком близкими к своему концу, обуздать излишнюю уверенность тех, кои полагали бы себя еще далекими от смерти, и заставить всех неусыпно бдеть над собою и неленостно исполнять свои обязанности. Это спасительное для нас, что Бог оставил неизвестным день смерти, да занимается каждой спасительной мыслью о последнем дне своем. Блаженный Августин. Это милосердие Божие, что человек не знает, когда умрет. Сокрыт день последний, да будем внимательны ко всякому дню он же. Для того Бог и сделал неизвестную нашу кончину, чтобы мы сделали известную свою заботливость и осмотрительность. Златоуст. Не зная, в каком месте и в какое время ожидает нас смерть, будем ожидать ее во всякое время и во всяком месте. Блаженный Августин. В каком благочестии, в какой святости провел бы ты нынешний день, если бы знал, что сегодня умрешь. Проводи же таким образом всю свою жизнь, ибо ты не знаешь, доживешь ли до завтрашнего дня, и можешь умереть каждый день и каждый час. В начинаниях и делах своих всегда спрашиваю самого себя, как поступил бы я в настоящих обстоятельствах, если бы мне пришлось умереть сегодня. Живи каждый день так, как будто ты должен каждый день умереть. Приступая к какому-либо делу, говори себе со вниманием, что будет, если сейчас посетить меня смертью, Господь. Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и делай так, как она говорит тебе. Если можно умереть всякий час, то всякий час и должно быть готовым к смерти. Живи так, как бы умереть тебе сейчас. Будь всегда таким, каким желаешь быть при кончине. Делай то, что хотелось бы тебе делать при смерти. Живи так, чтобы смерть никогда не застала тебя неготовым. По-моему, кемпийски. Если мы будем готовы к смерти, и смерть нас не постигает, то мы через это ничего не лишаемся. Но если нет приготовления к кончине, и смерть поражает, то это само в себе мирное и сладостное рождение для неба превращается в мятежное и страшное расторжение души с телом. Что бывает с теми беспечными воинами, которые во время войны на поле сражения предаются забавам, пьянству и глубокому сну? Вдруг сладостным криком устремляются на них враги, безоружие, сметенное страхом. Совершенно теряются, не знают, что предпринять, на что решиться. Ищут оружие и не находят его. Призывают на помощь к себе, и никто их не слышит. Хотят бежать и сокрыться, но окруженное повсюду врагами впадают в их руки. Так смутится и душа, когда нечаянно застанет ее беспечной и сонною конец ее. Поздно тогда прибегать к оружию молитвы. В смятении и ужасе она не может собрать чувств своих. Поздно искать помощников. Они удалились от нее, как от погибшей, непреклонной, нераскаянной. Нет места, где бы скрылась она, потому что кончилось время, данное для покаяния, и двери милосердия Божия затворились для нее. Как сомнительно спасение пловцов, когда они у жерла пучины, так и наше спасение сомнительно, когда они готовы, очутимся в челюстях смерти. Будем помышлять о смерти, потому что если мы забываем ее, то она не забывает нас. Смерть не обещала нам помедлить, пока мы приготовимся встретить ее. Всегда ожидай, но не бойся смерти. То и другое, истинные черты любомудрия, святой Нил Синайский. Мы не будем бояться смерти телесной, если и боялись при жизни смерти греховной. Мы потому боимся смерти, что живем в нерадении и не имеем чистой совести. Златоуст. Кто живет с тем, чтобы жить вечно, тот никогда не страшится смерти. Страх смертный печалит мужа, осуждаемо своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Исаак Сирин. Старайся так жить, чтобы в час смертный более тебе радоваться, нежели бояться. Смерть страшна, но страшна только для тех, кто об ней не думает и не готовится к ней доброй жизнью. Как порицали бы вы человека, который бы при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедля рассмотреть, что угрожает, и принять меры предосторожности, зажмурил глаза, чтобы не видеть опасности. Не то же ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы вместо того, чтобы немедля рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства, сделать ее безопасную, зажмуривайте глаза, чтобы вас не беспокоил и печальный образ. Бояться смерти, но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасную и блаженную, или неготовящаяся жизнь, которая делает смерть лютою? Филарет. Чтобы никогда не страшиться тебе смерти, всегда ожидай ее, Сенека. «Помни непрестанно страшную смерть, как будто она у тебя перед глазами, и встретишь ее менее грозною», Григорий Богослов. «Не так тебе будет страшна смерть, когда ее будешь всякий день и всякий час ожидать, как не страшен бывает и неприятель, нападение которого постоянно ожидаем», Тихон Задонский. «Самое лучшее средство не бояться смерти, это всегда думать о ней, всегда ожидать ее. Опасность, предвиденная задолго прежде постижения, не столько страшит, не столько смущает нас, сколько неожиданное. Не бойся смерти, но готовься к ней, проводя святую жизнь. Если будешь готов к смерти, не убоишься смерти. Если возлюбишь всем сердцем Господа, то сам вперед пожелаешь ее. «Премудр тот, кто всегда достодожно приготовляется к смерти, таковы встретят ее спокойно. Не бойся смерти, потому что Бог все уготовил, чтобы тебе быть выше ее», Исаак Сирин. «Не ужасаться мы должны при мысли о смерти, а радоваться и благодарить Бога за то, что Он в смерти полагает предел нашим воздыханиям и страданиям, неразрывно соединенным с греховным состоянием нашей природы. Тот, кто хочет перестроить развалившийся дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает его и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, ибо обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. Тоже творит и Бог. Он разрушает наше тело и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из некоего дома, дабы потом, воздвигнув ее в лучшем виде, снова ввести в него душу с большей славою. Итак, будем обращать внимание не на разрушение, но на будущую славу. Златоуст. Смерть можно назвать рождением человека для будущей жизни. В настоящей жизни тело наше есть тоже, для нашей души, что утроба матери для детяти, что яйцо для птенца. Дитя выходит из утроба матери, птенец пробивает скорлупу, является для новой жизни. Так и через исхождение в минуты смерти из тела мы рождаемся для новой вечной жизни, для новых обителей, для сожития с новыми существами, для новых понятий, для новых желаний, для новых действий. Смерть — это врата в нескончаемую вечность. Жизнь пресекается смертью, и смертью начинается жизнь. Родился ты, чтобы тебе умереть. Умираешь, чтобы жить. Оставляя кровных и друзей на земле, мы найдем на небе несравненно приятнейшее общество. Старайся оставить землю без всякого сожаления и почитай ее долины, на которой ты, как чадо бессмертия, играл и веселился, или училищем, в коем путем страданий, радостей достигнул ты воз возраста совершенного мужества. Увенчанный верой и припоясанный мечом терпения, с благодарением и доверенностью к промыслу, продолжая далее свое странствие. «Если желая жизни, ожидая всегда человеческой смерти», Нил Синайский. «Люби смерть, как друга, ведущего нас к Богу». Бог сотворил нас для прославления своего имени. Не должны ли мы стремиться к Нему всеми силами души нашей и без сожаления оставлять все земное, чтобы удостоиться вечного с Ним соединения? «Живи так, чтобы ты мог взирать на смерть, как на призывание божественной любви к счастливейшей жизни. Живи, имея в виду смерть, чтобы, умирая, тебе узреть жизнь. Смотри на жизнь с мыслью о смерти и на смерть с мыслью о жизни. Таким образом, ты будешь учиться вместе и жить, и умирать. Все люди умирают, но не все умирают одинаково и смертью. Не одинаково умирают праведные и грешные люди. Предсмертные недуги людей добродетельных и порочных имеют весьма различный характер. В-первых, они подобны сильным, но попутным ветрам, при коих душа умирающего расправится в ветрило. Быстро, но без шума и потрясения, уносятся и с пристани. А в последних, то есть грешниках, предсмертные болезни являются наподобие осенних бурь, кои все крушат, срывают насильственно корабль с якоря и уносят в волнующуюся пучину на явную гибель. Смерть для праведников и грешников есть то же, чем было черное море для израильтян и египтян. Для первых оно было переходом в обетованную землю, а для последних причиной погибели. Так и смерть для праведников есть начало жизни и дверь в блаженную обетованную землю. Для грешников же предначатие смерти второй — смерти вечно мучительной. Те, которые когда-либо удостаивались присутствовать при кончине людей праведных, не могли не заметить, что они как бы засыпают или отходят с миром куда-то от нас. Во время смерти тела с душой праведной тоже случается, что с узником, когда его переводят из одной комнаты ему известной в другую — неизвестную, из тесной — в просторную, из душной — в прохладную, из темной — в светлую, но переводят сквозь узкую дверь, где необходимо надобно почувствовать стеснение, хотя на короткое время. Святая душа при смерти говорит себе «Никогда я не думала, чтобы так приятно было умереть». Так и должно быть на самом деле. Праведник никогда не бывает так близок к своему счастью, как при смерти. Чего желал он в жизни, то исполняется для него в час смерти. С добродетельными людьми тоже случается перед смертью, что с добрыми детьми, возвращающимися с дороги к своему родителю. Добродетельные люди, как чадо неба, верно знают, что Отец их Небесный будет им рад, и что примет их хорошо, милостиво, с любовью, потому что они в пути жизни всемерно старались исполнять Его повеления. Просторнее младенцу, рожденному на свет, легче узнику, освобожденному из темницы, но несравненно просторнее и легче праведнику, исходящему из тела. Желают люди долго жить, ты, христианин, желай блаженно умереть. Чтобы научиться у праведника великой науки хорошо умереть, надо б на прежде научиться у него науки хорошо жить. Живи свято, дабы умереть свято. Будем делать добро, и мы не умрем, а найдем в смерти только сон и покой. Трудно хорошо жить, но зато как сладостно умереть. Кто благочестно живет в теле, благочестно и разлучится с телом. Кто живет с Господом, с Господом и умирает. Кто усердно служит Господу до смерти, тот будет с Господом и по смерти. Дабы благонадежно переступить за гроб, надо б на всему располагать и приготовлять себя по всю сторону гроба. Худая жизнь, и конец имеет худой. Если раб за какую-либо вину заключен в оковы господином, великих усилий стоит ему разрешить оковы и освободиться на волю. Так и душа, крепко связанная узами плоти греховной, может разрешить себя от плоти не иначе, как после трудной борьбы с нею. Какой ужас, какое отчаяние поразят законопреступника, упорствующего в пристрастии своем к порокам, когда глаз Божий возвестит ему, что скоро предстанет он пред лицо праведного судьи, воздающего каждому по делам его. Неприятно, сцидно, в безобразной ноготе или в изорванном и измаранном рубище является предцаря земного. Тем более страшно душе явиться на небе перед царя небесного не омытою, не очищенную, а безображенную грехами. Не ужасно ли, по мысли смертной, не ужасно ли, не приготовив себя заблаговременно, с душой не очищенной от греховных скверн, предстать тому, перед величием которого даже херувимы закрывают лица свои, и светлость ангелов, архангелов и всех духов небесных превращается во мрак. Представьте себе человека, который, идя по льду, вдруг обрушивается в бездну. Куда не обращается такой человек, к чему не простирает рук, кому не вопиет о помощи? То же бывает и с грешником в момент смерти. Он чувствует, наконец, что обрушился в бездну, употребляет все средства, чтобы прогнать болезнь, отдалить свой конец. И когда видит, что все остается без успеха, то поражается ужасом, предается малодушию и отчаянию. Посмотрите, как мучительно задыхается рыба, перенесенная из воды на сушу. Так будет замирать в тяжких муках и наша душа, когда, проживши только для этого мира, она увидит необходимость оставить его. Как мы будем жалеть тогда при разлучении души с телом о каждом часе, который могли употребить с пользой для души и потеряли. О, о каждом случае, который имели для утверждения себя в добродетели и пропустили. О всякой чистой радости, которой мы могли насладиться, но не насладились, потому что суетное чувственное удовольствие удерживало нас и увлекало своими обманчивыми прелестями. Тогда мы вполне познаем, за какую ничтожную цену продаем мы на земле свое право на царство Божие и какой дорогой ценою покупаем себе гиенну. О, тогда ты, грешник, познаешь, как дорого то время, которое ты теряешь. Но будет уже слишком поздно. Ты хотел бы выкупить его ценою, какое бы то ни было. Но уже невозможно это. Не наслаждайся наслаждениями мира, иначе умрешь несчастной смертью, святой Антоний Великий. Смерть не есть зло, но худая смерть зло есть, златоуст. Чтобы избегнуть страшно мучительной смерти грешника, нужно бегать его греховной жизни. Мы все крайне боимся смерти. Начнем лучше бояться греха, ибо что в смерти есть страшного, все то от греха. Где грех теряет свою силу, там должно притупиться и болезненное жало смерти. Филарет. Все мы добыча смерти, блажен умирающий без греха. Нак взошел ты в мир, о, если бы из жизни выйти тебе обнаженным от грехов, Василий Великий. Если ужасна смерть, которая поражает не столько человека, сколько грех, то насколько ужаснее грех, который рождает смерть. Не дай Бог отойти во грехах туда, где уже нельзя сложить в себя грехов. Прежде смерти видимой умирай невидимо греху. Только тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, может положить предел своим согрешениям. Исаак Сирин. Только тот, кто сроднился с мыслью о конце своем, может положить и грехам своим конец. Невозможно провести настоящий день благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. И поистине удивительно, что и язычники изрекли нечто подобное этому, ибо и они полагали, что любомудрие заключается в помышлении о смерти, святой святой листочник. Не только земная смертная, но и райская бессмертная жизнь не могла стоять без мысли о смерти. И тогда, когда еще не было греха и смерти, уже нужно было не забывать о смерти. Не более ли нужно памятовать о смерти, когда вошедшая в душу грех соделывая склонною к непрестанным падениям. Помни час исхода твоего и не согрешишь пред Богом. Кто стяжал память смерти, тот никогда не может согрешить. Как цветы увядают от холода, так прелестные греховные помыслы и пожелания ослабевают от размышления от смерти. Так живи, как бы каждый провождаемый тобою день был последний в жизни и не согрешишь пред Богом. Ава Исайя. Как может и самую малую скорбь иметь на брата тот, кто верит, что он каждый день, во всякое время может переселиться из этого мира? Помышляй всегда и говори себе, не останусь в этом мире долей этого дня и не будешь согрешать перед Богом. Святой Антоний Великий, думай, что умрешь сегодня или завтра, тогда вся суета исчезнет из сердца твоего, Игнатий, епископ кавказский. Размышляй чаще и внимательнее о смерти, и не захочешь ни чести, ни славы, ни богатства и никаких других преимуществ и наслаждений мира. 50. Скорбь и молитва об умерших над мертвым проливай слезы и оплакивай его, но не будь безутешен подобно неимущему пования. 1 Фессон утвердишься в отрадной преданности премудрому и всеблагому промыслу Божию, и скоро получишь облегчение и утешение в своей горести. В день скорби моей возвал к тебе, исповедовец и ты услышал меня в Салом 85-7 По наставлению блаженного Иеронима верующий должен так размышлять сам с собой и утешать себя при потере дорогих лиц. Бог благ в Салом 144-9 Следовательно, и все то, что он делает с нами, должно быть также благим. Муж мой умер, я оплакиваю его, но по елику так угодно Богу-то, я переношу это несчастье с терпением. Мой единственный Сын оставил меня, это без сомнения горестно, но вместе и утешительно, потому что его взял тот, кто и дал мне его. Жеребия отшедших от нас также в руках Господа, как и жеребия оставшихся. Если живем или умираем, всегда Господни. Римлян 14-18 Плач об умершем, но умеренно, как бы провожаешь отходящего в дальнюю страну. Не странно ли, когда ты отдаешь дочь за мужество, не почитаешь несчастьем, если муж отходит с ней в дальнюю сторону, и там живет счастливо, Потому что скорбь прозвуки облегчается слухом о их благополучии. А здесь, когда не человек, но сам Господь берет к себе твоего родственника, ты печалишься и сетлышь. Златоуст, помышляй не о том, что умерший уже никогда не возвратится в дом твой, но что и ты сам скоро переселишься к нему. Мертвый говорит живому, вчера мне, а ныне тебе. Всякий из нас при смерти может и должен говорить всякому до свидания. Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел. Фотий патриарх Константинопольский Мы с радостью приветствуем новорожденного, хотя родившее страдает и новорожденное плачет. Так без сомнения приветствуется умершие небожителями, хотя мы окружаем гробы их со слезами. А в апостолах повествуется, что они, поклонившись возносящемуся на небо своему божественному учителю Господу, которого любили всей душой и всем сердцем, возвратились в Иерусалим с радостью великою. Лука 24, 52. В надежде некогда опять с ним соединиться, теснейшими узами любви, духом же, не разлучаясь с ним и по вознесении. Так и мы, оплакавши и припроводивши с молитвой своих мертвых вместо упокоения, должны возвращать сердомы свои с благодушием и утешительную надежду и опять увидеть их при общем воскресении. любовь оплакивает умерших, но вера, взирающая в духи на славное воскресение их, должна остановить потоки слез. Что для верующего гробы, вмещающего тела умерших? Что узкие двери, сквозь души, оставляя тело, переходят в высший мир, и сквозь расселены которых мерцает для нас райский свет вечной жизни. Если тяготить тебя печаль о добром и возлюбленном умершем, скажи себе, житие наше на небесах, Филиппица 3.20. Любовь духовно соединяет и тех, которые разделены и местом, и временем. Перестав жить живыми, христианин продолжает и с мертвыми жить, духовно соединяя с ними через посредство молитвы к Богу. Не столько плакать об умерших, сколько молиться должно. Молись о живых, да сподобиться жизни вечной, и о мертвых, да избавиться вечной смерти. Молись за умерших, чтобы и они, когда будут в блаженной жизни, молились за тебя. 51. Бессмертие души. Некто говорил барону Гольбаху, отвергавшему бессмертие души, вы жестоко поступили бы, если бы отняли у слепца палку, которую он отыскивает себе дорогу. Как же вы без угрызения совести хотите лишить человека веры в бессмертие души, его самой твердой опоры в этом мире? Анатомия убеждает нас в бессмертие души. Когда растекаешь труп, нельзя поверить, что тут есть человек, Макон. Вот на небе солнце. Смотрите же. Утром оно, как младенец, является на небе в полдень, оно потом сияет полной силой, а вечером, как умирающий старец, заходит в землю. Но померкнет ли оно в то время, когда земля наша, простившая с ним, покрывается мраком ночным? О нет! Оно светит по-прежнему, только на другую сторону земли. Неявный ли это образ того, что и душа наша, светильник нашего тела, не гаснет, когда тело, разлучившись с нею, скрывается во мраке могилы, а горит, как и прежде, только на другой стороне, на небе? Почему иов и коней, и лошаков, и и овец, и поля, и все утешение изобилие приял в двойном количестве, а число детей у него было равное умершим? Иов 1.2.42.12. Потому что бессловесные животные и все тленное богатство совершенно погибло, а дети и по смерти живы были наилучшей части своего естества? Святой Василий Великий. Бессмертие человека есть бессмертное, вечное благодеяние Божие. Мысль о бессмертии требует и смертной жизни, сообразной с будущей и бессмертной. Сократ перед своей кончиной, рассуждая с учениками о бессмертии души, сказал, если бы душа умирала, то с уничтожением тела уничтожалось бы и зло нами соделанное. Но есть опасность, что душа бессмертна. В таком случае, чтобы спастись от беды, ничего больше не остается делать, как хорошо жить и мыслить. Всегда живи так, чтобы ты мог радоваться, когда подумаешь о Боге и бессмертии. 52. Воскресение мертвых Смерть ничто иное есть, как долговременный сон. Златоуст Сон подобие смерти, а пробуждение образ воскресения. Как уснувший вечером пробуждается утром с обновленной силой жизни, так уснувший смертью телесную пробудется в новую бессмертную жизнь в день всеобщего воскресения. Воскресение Иисуса Христа есть образ и нашего будущего воскресения, и мы воскреснем в третий день или в третий период бытия нашего. Настоящая жизнь наша есть грустный, тяжелый пяток, день скорби и труда перед днем покоя. Смерть наша суббота, в течение которой наши тела будут покоиться в недрах земли, а по субботе наступит для нас день воскресения, Пасха вечная. Что наши могилы? Нива Божия, куда повергаются те леса, как семена, из которых недоведомым для нас образом, произрастет некогда новое бессмертное тело, как из малого соклевшего семени, дивно возникает красивый колос. 1 Коринф 15-15-35 Всякую весну, когда является на земле новая жизнь, воскресают растения и оживают тысячи замерзших насекомых. Не прообразует ли природа земная всеобщего воскресения мертвых и новой жизни бессмертной? Червь приготовляет для себя гроб, заключается в нем и умирает, но с появлением благодатной весны из этого гроба возрождается легкая блестящая бабочка и творение пресмыкавшееся в прахе играет среди цветов благовонных. Зернышко брошенное в недра земли раскрывается, возникает и красуется в виде золотистого колоса. Все превращается и возрождается на земле, все постепенно возвышается к совершенству. Человек ли благороднейшее творение подобие Вседержителя будет несчастнее черви пресмыкающегося? Беднее зерна ячменного? Нет. За пределами земного бытия простирается лестница к вечности. Стыд для человека, что есть люди, мечтающие быть разумнее других и мудрствующие неразумнее червя, которые приготовляются к смерти устроением себе паутинного или шелковичного гроба, не с тем, чтобы в нем исчезнуть, но чтобы положить в нем земную жизнь червя воскреснуть в воздушную жизнь бабочки. Каким образом, говоришь, ты разрушившееся естество опять явится тем, чем оно было? Рассудяй себе самому и найдешь это вероятным. Помысли, что ты был прежде твоего бытия? Конечно, ничто. Если же ты сделан тем, чем прежде не был, то, конечно, еще удобнее сделаешься тем, чем некогда уже был. Уже ли будешь сомневаться о силе Бога, который произвел из ничего эту великую громаду вселенной? Картулиан. Уже ли Бог, сотворивший нас из небытия, не может снова воздвигнуть, когда имеем уже бытие и сокрушились? Святой Кирилл Ирусалинский. Для Бога менее важно восстановление того, что было, нежели сотворение того, чего не было. Святой Григорий двои слов. Сотворение непостижимое воскресенье, ибо ни одно и то же зажечь угасшую свечу или произвести огонь никогда не существовавший, ни одно и то же восстановить разрушившийся дом или создать вовсе не существовавший. Здесь есть, по крайней мере, готовое вещество, а там не было и вещества златоуст. Никакие частицы наших тел, как бы ни были они рассеяны, хотя бы тела наши истлели, хотя бы были сожжены, не погибают для Бога, а не переходят в те стихии, с коих взяты рукой вседержителя. Млаженный Августин Богу легче собрать прах тела человеческого, рассеянный по лицу земли, нежели нам собрать платье наше, раскиданное по комнате. Самый тщательный и самый проницательный наблюдатель открыл ли, каким образом из семени, брошенного в землю и умершего, рождается растение и пускает многие отпрыски соответствующие роду семени. Это чудо без сомнения столь же трудно изъясняется, как и чудо воскресения тела человеческого из праха тления. Посему-то святой апостол Пая для утверждения коринфян в вере в догмат воскресения употребляет пример растения рождающегося из согнившего семени и называет безумным того, кто, видя ежедневно последнее чудо, сомневается в первом, которое Бог произведет в конце веков 1 Коринфян 15-35. Кажется, Богу угодно было, чтобы все окружающее нас и самые истины, доказываемые разумом, представляли множество таинств для того, чтобы приготовить и расположить нас к принятию тех, которые Он намерен был открыть нам. Как мы радуемся появлению весны, так должны радоваться и наступлению нашего воскресения. Но мы можем истинно праздновать весну воскресения только тогда, когда ведем христианскую жизнь. У кого жизнь беззаконна, тот и не возрадуется в день воскресения, но без конца пребудет во тьме, святой Ефрем Сирин. Замечал ли вы тяжкую скорбь на лицах, изнуренных неизлечимую болезнью, при виде обновляющейся природы? Им грустно, что вокруг их веселье и жизнь, а в груди тоска и смерть. Вот изображение состояния душ грешных в общее воскресение. Нерадостно. Будем врачеваться за благовременно покаянием, иначе придет весна, и горе нам, если встретим ее смертельным внутренним недугом. 53. Страшный суд Христов. Все мы некогда призовемся на открытое перед целым светом испытание, которое на страшном суде Божием. Страшен, весьма страшен суд Божий, хотя Бог и благ, хотя Он и милостив. Тот же Иисус, который ныне зовет к себе всех, в день суда отошлет от себя непришедших. Один старец сказал, если бы возможно было в пришествие Божие по воскресенье от страха умери душам человеческим, то весь мир умер бы от этого ужаса и изумления. Как можно видеть небеса раздирающиеся, Бога являющегося с гневом и яростью, неисчетное воинство ангелов и все вместе человечество, древний потерик. Убоимся сего страшнейшего дня и часа, в который не защитит ни брат, ни сродник, ни начальство, ни власть, ни богатство, ни слава, но будет лишь человек и дело его, святой Варсонофий Великий. Что будет с нами в день страшного суда? Помыслим и попечемся о всем заблаговременно. О, ближний мой, где мы тогда будем? Что, если не будем призваны на десную сторону царя Христа? Теларет Московский. Приближается время, день и час страшного суда Божия. Ближе сегодня, нежели вчера было. Суд уже у дверей. Да хотя бы он и не был так близок, то все не должно нам быть беспечными. Конец жизни каждого имеет такую же силу для отзываемого в будущую жизнь, как и кончина мира. Святой Златоуст Идем уже мы либо на десную, либо на левую сторону страшного суда. Каково свидетельство совести твоей, такого ожидая от Бога и суда тебе? Если так страшен суд Христов, устрашимся греха, который один виной того, что суд так страшен, ежедневно приводя себе на память страшный суд, потому что на нем должно быть дать ответ за всякий суд, будем ежедневно давать самим себе те отчеты, которые некогда должны бы им дать перед всеми нашему судьи. Это делали даже лучшие из языческих мудрецов, например, Катон, Цессерон и другие. Ежедневно утром, когда встанешь от сна, помышляя, что ты должен дать отчет Богу во всех делах твоих, и не согрешишь перед ним, но страх Божий селится в тебя, Ава Исаия. Приступая к какому-либо делу, говори себе со вниманием, «Что будет, если сейчас посетит меня Господь мой?» И смотри, что ответит тебе помысл. Если осудит, сейчас брось дело, то и возьми за другое, потому что должно быть готово на всякий час отойти в путь свой, умереть. За рукоделем ли сидишь, или в дороге находишься, или бываешь у кого, или вкушаешь пищу, всегда говори себе, что будет, если теперь позовет меня Бог. Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и делай так, как она говорит тебе. Все, что не делаешь, делай, как бы сейчас тебе надо было переходить в вечность на суд к Богу. Каковым желаешь предстать на суд, старайся теперь сделаться таким же перед лицом Божиим. Никакого земного сокровища не принесешь с собой на страшный суд, кроме того, который отдашь нищему. Если всей жизни отвергаешься себя, то Христос на суде почтет тебя своим. 54. Жизнь будущего века, вечное блаженство праведников и вечное мучение грешников. нас ожидает иной мир, где будет все иное. Если бы из сырой и тесной темницы вывели нас в комнату слегка освещенную оттуда чертоги обширнейшей мира нами обитаемого и блистательнейшее солнце нас освещающего, тогда получили бы мы правильное понятие о трех жилищах определенных человеку. Эти жилища утроба матери, мир этот и небо нас ожидающее. Девять месяцев проводим мы в первом жилище, пятьдесят или шестьдесят лет, более или менее, во втором, а в третьем получаем истинную жизнь, потому что вступаем в вечность. Какие великие, восхитительные явления представляет природа отчам нашим, как пленительны захождения солнца в громовых тучах. Какое удовольствие для духа и сердца, когда мы во время дышащей благовониям весны стоим на высоких горах и видим у ног своих чудеса возрождающегося творения. Радуйся, радуйся, душа моя, помышляя о том времени, в которое ты взойдешь на небеса небес и узришь несравненно величественнейшие явления. Все блага, какими человек наслаждается в этом мире, суть только малые капли из неисчерпаемого источника радости, вкушаемых блаженными на небеси. Между славой настоящее и будущее и такое же развитие, какое между сновидением и действительностью. Зотоуст. Сколько солнечный свет лучше светильничного, столько же или еще гораздо более, будущее лучше нынешнего, он же. Стремись желанием туда, где цветет юность без старости, жизнь без смерти, радость без скорби, сладость без горечи, всякое благо без малейшего зла. Самое высшее блаженство праведников в будущей жизни будет состоять в лицезрении Бога и совершеннейшем познание его. Теперь мы видим Бога как бы сквозь туслое стекло гадательно, а тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно как я познан. 1 Коринфян 13-12 Я видел Бога как бы проходящего и сзади подобно Моисею говорит Линей. Видел его и оставался нем, пораженный удивлением и изумлением. Я сумел открыть некоторые следы его стоп в делах творения и в этих делах даже самых малых и таких, которые представляются ничтожными. Какая сила, какая мудрость, какое неизъяснимое совершенство. После этих слов поймите, если можете, блаженство души, которое увидит и вечно более и более будет созерцать того самого Бога, уже ни сзади, ни нечаянно, ни при посредстве отражения и как бы преломления его света в его делах, но в нем самом, прямо, лицом к лицу, открыто и так, как он есть сам в себе. Много, очень много подается верующим и здесь, но что еще ожидает их в будущем? того никакое слово изобразить, никакое воображение представить не может. О, подлинно! Стоит это всех наших трудов и усилий, стоит даже всех скорбей и страданий. Некоторому великому старцу, проходившему великые подвиги, братья говорили, Авва, перестань заниматься столь великими трудами, потому что ты пришел уже в изнеможение. Он отвечал им, поверьте мне, чадо, что и Авраам увидел великие дарования, уготованные святым, трудящимся Бога ради, будет сожалеть о том, что он мало подвязался в этой жизни. Труды здешние временем тяжкие, а покой после них вечно сладостен. Потрудимся немного, чтобы навсегда успокоиться. Не будем здесь искать покоя, чтобы там на небе обрести его златоуст. А невидимое вечно перед вечностью как одна минута, так и все продолжение времени равно неприметно. Что же значит минута лишения, за которой следует вечность обладания благом? Минута страдания, которая приготовляет в вечности наслаждения. Минута подвига для добродетели, которая ожидает вечность воздаяния и славы. Для приобретения тленных сокровищ временных выгод разве не употребляют труд? А приобрести нетленное сокровище вечное благо золото? Вот тоже и не стоит труда. Чего мы не в состоянии были бы сделать, если бы нам за особенные усилия предложили кучу золота? Мы могли бы сделать необыкновенно много, мы преодолели бы величайшие трудности, но небо более золота. Как много делают ради земной награды, не должно ли тем более еще трудиться для награды небесной? О чем лучше нам заботиться? О земных ли приобретениях и удовольствиях, которые от ищущих нередко убегают, достигающих не удовлетворяют, наслаждающихся обольщают, обладающих порабощают, у живущих исчезают, за умирающими не следуют, или о благах небесных, которые верно нас ожидают для вечного наслаждения? Теларет. Нельзя одним глазом на небо, а другим на землю смотреть. Не надейся даром достать себе небо, не живя достойно неба. Не живи для неба на земле, нельзя попасть в небо за пределом гроба. Все зависит от того, как пользуемся мы настоящим. Небо и ад в нашей воле. земля есть рассадик и училище для неба, и потом надо нам обучать себя, хотя некоторым начаткам того, что делают на небе, чтобы оно после жизни земной не отвергло нас, как неспособных. Славя Бога на земле, упрощишь в себе наследие славы на небесах. Кто желает видеть Бога лицом к лицу, то должен жить достойно пред лицом его. Никто не зайдет царствие Божие на небо, если не имеет царствие Божие сердце. Живи постоянно умом царствия небесном, и ты скоро наследуешь сие царство. Кто не скорбит и не воздыхает, как странник на земле, тот не будет гражданином неба, блаженный Августин. Ходи по земле, а жительство имей на небесах. Взор обращает долу, а душу горе. В ад можно прийти или упасть, хотя того не хочешь и не думаешь о том. Филарет. Помни о царстве небесном, чтобы память о нем мало-помалу увлекала тебя к снисканию его, Авва Исаия. Помышляй чаще о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакая любовь к земле и к земным наслаждениям. Нил Синайский. «Кто великого желает, тот о малом не родит, и кто вечного блаженства ищет, тот о всем временном не брежет». Тихон Задонский. Самый несчастный человек любит жизнь временную и не хочет лишиться ее в минуту самого тяжкого страдания, но он был бы еще терпеливее и равнодушнее к несчастьям, если бы всем сердцем возлюбил жизнь будущую, вечную, со всеми ее благами. Забвение о вечном блаженстве приводит к вечному бедствию. Нечающая вечная жизнь мертва уже в этой жизни. Забвение о будущей жизни ведет к забвению всех добродетелей и обязанностей и превращает человека в скота или зверя. Сам себе убийца, кто делает себя недостойным вечной жизни. Несчастен тот, кто жертвует будущим настоящему. Лишение благ, уготованных праведным в будущей жизни, причиняет такую муку, такую скорбь и тесноту, что, если бы никакая казнь не ожидала согрешающих здесь, то оно само по себе сильнее гиенских мук может растерзать и возмутить наши души. Златоуст. «Если равнышления непристающим непостижим для нас теперь сладостном блаженстве праведных в будущей жизни не столь сильно действует на нас, чтобы остановить нас на пути греха и побудить к добродетельной жизни, единой, ведущей в царствие небесное, то будем хотят чаще приводить себе на память будущие ужасные, нескончаемые мучения в аду, ожидающие упорных, нераскаянных грешников. Будем чаще сходить мыслью в ад, чтобы не сойти некогда туда самым делом. Только потому мы считаем тяжкими земные скорби, что не изучили мучений адских. Сто крат выше через весь век в огне мучиться, нежели лишиться блаженной вечности и попасться в неблагополучную. Страшно и слышать о вечном страдании, а не только страдать. Если трудно терпеть от одной искры, падшей на руку, что же будет в озере огня, которое будет сжечь в продолжении целой вечности? Огонь адский будет какой-то таинственный, с необъяснимой способностью изжечь тела грешников и сохранять их целыми. Сила его не только не будет слабее нынешнего огня, напротив, как учат святые отцы, нынешний огонь тот же слаб в сравнении с ним, сколько написанный на картине огонь слаб в сравнении с действительным огнем. Вечный огонь сжет, а не светит, палит, а не снедает, мучит, а не умерщвляет. Одна из кроатского огня мучительнее будет для грешника, нежели тысяча лет продолжающихся в болезни и труде рождающей женщины. Представим себе, сколько можно ужасное мучение в аду, этой стране непроницаемого мрака, кипящей огнем и жупелом, и червями, шумящей скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят как годы, но проходят годы, это еще начало мучения, проходят веки, и это еще начало мучения, пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир, все еще будет начало мучения, филарет московский, митрополит, по мысли, что в Аде нет конца мучения, там страдают различными муками и страдают вечно, пройдет сто лет страданий, тысячи лет, а мучения только начнутся, пройдет сто тысяч, сто миллионов, тысячи миллионов лет и веков, а мучения начнутся снова, если бы ангел принес грешнику весть, что Бог избавит его от ада, когда пройдет столько миллионов веков, сколько капель воды в море, сколько песчинок на земле, и тогда бы несчастный грешник почувствовал большую радость при этой вести, большую, нежели человек, которому бы вдруг объявили, что он сделан царем большого государства. Да, это истинно так, потому что грешник сказал бы, правда, что надо бы ожидать бесчисленное число веков, но, наконец, настанет же день, в который прекратятся мои мучения. Но нет, сколько бы ни прошло веков, все ад, как бы начнется снова. О, ад, о вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить во грехе? Будь и ада будет не только вечным, но и непрерывным. В настоящей жизни преступники, осужденные на вечную ссылку и вечные работы, все-таки имеют дни для отдохновения и в каждом дне несколько часов для сна. Но грешникам в том свете не будет дано при вечности их мучений ни малейшего отдыха или ослабых. Например, они будут мучиться, представим, там нынешние часы утром, будут мучиться и в полдень, будут мучиться и вечером. Когда же настанет ночь, вся ночь также пройдет в муках. Потом также точно начнется и пройдет следующий день. А далее также точно будут проходить годы, века и сотни веков. Для грешников каждая минута в аде будет вечным мучением, потому что в каждую минуту они будут видеть только начало своих мук. Мучиться до тех пор, пока продолжится бытие Божие. может ли быть какое-либо несчастье больше этого? За что спосишь терпеть вечное наказание нам, которые здесь грешили недолгое время? А за что здесь человек, в одну минуту сделавший смертоубийство, осуждается всю жизнь работать в рудокопье, святой Златоуст? Страсть к богатству, деньгам, могуществу, славе и ко всему подобному не имея для себя ни меры, ни конца, сказал Аристотель. Посему-то упорные грешники не перестают грешить и тогда, когда оканчивают земную жизнь и умирают нераскаянными. А кто не мог отстать от греховных наклонностей, пока жил на земле и умер нераскаянным, тот, конечно, и по смерти не найдет средств освободиться от них и, следовательно, никогда не может освободиться и от наказания за грехи свои. Смертный, да коли ты носишь смертное тело и вместе с ним подлежишь переменам, ты можешь сделать все лучше или хуже. Но когда сложишь в себя одежду тлений, смертности, тогда останется в тебе или бессмертное чувство добра, или бессмертное чувство зла. Ни на небе не родится новых безбожников, ни в Азии кто исповедуется Господу. Солом 6, 6, филарет. С чем пришел на ту сторону гроба, с тем и живи во веки веков. Ужасна вечность и лютость мучений ожидающих нераскаянных грешников. Но если мы своим ожесточением и упорством в злых делах можем по апостолу вторично распинать Сына Божия, евреям 6, 6, за нас же пролившего свою причистую кровь при первом своем распятии, то велико ли будет и это наказание для нас. Муки вечные восклицает при сей мысли один богочестивый писатель. Вы мне кажетесь велики, когда я представляю себе слабость природы человеческой, но вы мне кажетесь малы, когда я вспоминаю, что грешник, осуждаемый на вечные мучения, попрал предвечного Сына Божия. Евреям 10, 29, когда согрешишь, плачь истинай не о том, что будешь наказан, ибо это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который столько кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Святой Златоуст Мы избегнем вечных адских мучений, если будем чаще размышлять о них с покаянием. Протеерей Евгений Попов Бог и гиенны в Писании своем грозит нам, да не впадем в гиенну. Памятование о гиенне не допустит впасть в гиенну. Златоуст Ни ни один из тех, которые имеют гиенну перед очами не впадет в гиенну. Ни один из тех, которые пренебрегают гиенную не избегнет гиенны. Святой Златоуст Помышляй о гиенне, чтобы ненавистными стали тебе дела, приводящие в нее Авва Исаия. Огонь гиенский может охлаждать и спасать от огня страстей, когда живо представляем его. Если ты будешь иметь огонь порочного пожелания, представь огонь тамошнего гиенского мучения, и твой огонь погаснет. Святой Златоуст Не для нас уготован огонь адский, а для дьявола и ангелов его. Матфея 25 41 Не будем возжигать его сами для себя духовный Маргарит. Не будем грешить, чтобы избавиться от вечных мучений, не для нас уготованных. Если же и впадем по немощи в грех, постараемся скорее омыть его слезами покаяния. слезы о грехах самое действительное средство погасить огонь, ожидающий за грехи. Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно в адских муках. Ава Пимен Лучше всю жизнь проплакать с отрадной надеждой небесных утех, нежели провести ее в беспрерывных удовольствиях, чтобы после плакать с вечным отчаянием. Конец второй книги. Дополнение о священстве. Апостол есть самый удобный сосуд тела, то есть церкви Христовой, принимающий от него все, как бы посредством жилы артерий, он посредством слова, способствует к сообщению всем жизни вечной. Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они та же православная? Если так, отчего же они не с нами? Един Господь, едина вера, едино крещение. Если у них хорошо, то у нас худо, а если у нас хорошо, то у них худо. Младенцы, говорит, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Скажите мне, уже ли вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда, как у них оскудела и погибла благодать рукоположения? Что же пользы во всем прочем, если у них не соблюдено это последнее? «Надобно одинаково стоять как за веру, так и за все». Благодать священства. Златоустом 11, страница 102. «Разве ты не знаешь, что такое священник? Он ангел Господа». «Разве свое, говорит он? Если ты его презираешь, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога». «А откуда скажешь известно, что Бог рукоположил его? Но если ты не имеешь убеждения в этом, то суетно твоя надежда. Если Бог ничего не совершает через него, то ты ни крещения не имеешь, ни тайн не причащаешься, ни благословения не получаешь, и, следовательно, ты не христианин». Сома 11, страница 768. «Отсутствие пастырей дает случай нашествия волков на стадо». Святой Афанасий Великий, том 2, страница 64. «И досозижутся стены иерусалимские, стенами иерусалимскими именуют святых священнослужителей, ограждающих церковь его». Том 4, страница 178. Ефрем Сирин «Необычайное чудо, неизвеченная сила, страшная тайна, таинство священства». Будем проницательно внимательны, братья, к всему таинственному и страшному сказанию, потому что без досто уважаемого священства не дается смертным отпущение грехов. Священство с полным дерзновением воспаряясь с земли на небо до созерцания самого невидимого и пришедши молиться владыке о рабах, вознося слезы и воздыхания сослужителей и с горячностью предлагая их в дар своему владыке вместе с молением и покаянием и спрашивая у благосердого царя прощения, помилования и милости, чтобы снишел дух утешитель и осветил дары предлагаемые на земле и как скоро принесены сделавшиеся страшными тайнами исполненными бессмертия, потому что предстоящий иерей совершает молитву о всех, тогда души приступают и страшных тайных приемлет ощущение от скверн Ихрем Сирин том 2 страница 397 Пусть и не воображает, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинуясь епископам и священникам, потому что во второзаконии Господь Бог говорит 17.12 Бог повелел умерщвлять тех, которые не повиновались своим священникам и не слушались судьи от него на то время поставленных, и как тогда было еще время телесного обрезания, то гордые и непокорные тогда умерщвлялись, то ныне мечом духовным умерщвляется, быв отлучены от церкви, ибо в ней ее нет жизни, дом Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Священно-мученик Киприян, том 1, страница 26. Пчелы имеют матку, скоты вожатого, и сохраняют к ним верность. Разбойники совершенную покорностью повинуются атаману. Во сколько же у вас честнее и лучше несмысленные скоты и животные и бессловесные, а также кровожадные, с мечом и оружием, свирепствующие разбойники, и они признают и боятся начальника, который поставлен не по определению Божию, но по соглашению распутной толпы и преступного скопища. Там же страница 255. Можно ли представить себе, что тот находится со Христом, кто действует против священников Христовых, отделяет себя от общения с его клиром и народом? Да ведь они вооружаются против церкви, противодействуя божественному домостроительству. Он враг алтаря, возмутитель против жертвы Христовой, изменник в отношении веры, в отношении благочестия святотатец, непокорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный, презревший епископов и оставившись священников Божиих, он дерзает устроять другой алтарь, составляет другую молитву из слов непозволительных, ложными жертвоприношениями оскверняет истину жертвы Христовой Господней, и даже не хочет знать, что действующий вопреки Божию чиноположению наказывается за безрассудное дерзновение по усмотрению Божественному о единстве Церкви. Том 2, страница 185. Через него-то теперь совершается все священно действия, и без священника не может быть святыни. Блаженный Симеон Солунский. Солун 44, 17, том 1, страница 13. Апостол говорит, что священство Ааронова, то есть народа иудейского, имело и начало и конец, а священство Мельхиседакова, то есть Христа и Церкви, в отношении и к прошедшему, и к будущему, вечно. Иероним Стридонский. Часть 2, страница 266. Учителями Церквей рукополагаются Христом мужи мудрые и твердые, обладающие умом, исполняя тонкого понимания догматов, мужи Сонма Еленов, а не потомки Израиля, сиитой и сделались ораторами и виноградарями. Кирилл Александрийский, том 8, страница 421. Церковь не отступит от Христа, а ее составляет народ, приверженный к священнику и стадо послушное своему пастырю. Священно-мученик Киприян, том 1, страница 54, 257. Итак, чадо света и истины, бегайте разделение и злых учений, но где пастырь, туда и вы как овцы идите, ибо которая суть Божия и Иисус Христовы, те с епископом. Святой Игнатий Богоносец, письма мужей апостольских, страница 297. «Ты должен уразуметь, что епископ в церкви и церковь в епископе, и кто не с епископом, тот и не в церкви». Святой священно-мученик Киприян, том 1, страница 257. «Господь и апостолы предвозвестили, что при кончине мира и за приближением Антихриста все доброе будет умоляться, а все злое и неприязненное возрастать». Впрочем, и в это последнее время в церкви Божией сила евангельская не упала и крепость христианской доблести и веры не ослабла до того, чтобы уже вовсе не было священников. Том 1, письмо к Лиру и народу, священно-мученик Киприян, страница 319. «В самом деле, если бы каждый под предлогом исправления худо сделанного стал присвоять себе достоинство священства, то никогда не было бы недостатка в предлогах к исправлению и все перемешалось бы между собою так, что мы не различили бы ни начальника, ни подчиненного». Златоуст том 3, страница 201. Престол священника утвержден на небесах и священник уверенно устроять тамошние дела. Кто говорит это? Сам Царь Небесный Матфей 18, 18. Что может сравнить все с такой честью? Небо получает начало суда с земли. Судья сидит на земле, а владыка следует за рабом. И что последний присуждает внизу, то он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим. Не заводя на нас оттуда благодеяние и вознося туда наше прошение, примиряя со всей природой разгневанного Бога, и нас разгневавших Его избавляет от рук Его. Том 4, 6, страница 417. Матфея 18, 18. И не только на словах получал так Господь своих учеников, но и самому делу этому вязать и решить Он сделал их причастными. Что скажет на это столь многие исполненные тщеславия, дерзающие говорить суетными устами? Могу ли я пойти к такому-то пресвитеру исповедовать ему свои грехи, когда он нагрешил, может быть, больше моего? Как может он, такой же грешный человек, как и я, отпустить мне грехи? Так отговариваются люди, погрязающие во грехах, но не знающие меры своему высокомерию, но человек, обличающий самого себя надменными и ложными словами и огорчающий Бога своим неразумием и превозношением. Разве к человеку приходишь ты с исповеданием грехов, или от человека получаешь отпущение грехов? Ведь ты приступаешь к владыке и царю всех Богу, отпускающему тебя через священников твои грехи. Священник здесь только посредник, а не от себя действует. Итак, что же ты осуждаешь и унижаешь того, кого Бог не осуждает? Ведь Он вкушает честное тело его, и священно действует при чистую кровь его, пока Он священник и Бог попускает Ему священно действовать, не уклоняйся принять от Него дар, потому что не Сам Он дает тебе отпущение грехов, но великий первосвященник Христос, веривший Ему священство. Златоустом 11, страница 967-8. Вопрос 288-й. Желающий исповедать грехи свои, всем ли и кому случилось или некоторым должен исповедовать? Ответ исповедовать грехи необходимо перед теми, кому верено домостроительство тайн Божиих. Так находим, что и древле каявшиеся делали сие перед святыми, ибо в Евангелии написано, что крестителю и Анну исповедовали грехи свои, Матфея 36, и в деяниях апостолам которым и крещены были все деяния апостолов. Святой Василий Великий, том 5, страница 328. Будем проницательно, внимательны, братья, к всему таинственному и страшному сказанию, потому что без достово уважаемого священства не дается смертным отпущение грехов. Ефрем Сирин, том 2, страница 397. О святом крещении. Без помазания и повеления епископского ни пресвитер, ни диакон не имеют права крестить. Блаженный Иероним Стридонский, часть 4, страница 70. Священство как особенный дар и исключительное дело Божие дается рукоположением, и никто, хотя бы то даже чудотворец, не совершит без рукоположения ничего священнического. Блаженный Симеон Солунский, том 2, страница 70. Кто самовольно по властолюбию берет пастырский жезл, тот ненавистенный противен Богу, не спасает других и сам не спасается, а кто быв призван, примет настоятельство и исповиновение Богу, тот будет другом Божиим, может других спасти и сам спастись. Федор Студит, том 2, страница 335. Апостольские постановления. Мирианам не позволяем мы совершать какой-либо из дел священнических каковы жертва или крещение или рукоположение или благословение малое или великое, ибо никто сам собой не примет всей чести, но призываемой Богом. Евреям 5.4 потому что достоинство это дается через возложение рук епископа, а не получивший его, но восхитивший его себе сам, потерпит наказание Озии, а кто дерзнет на это, те подпадут наказанию Корея. Книга 3, глава 10, издание 1864 год, страница 112. «Если никто не может зайти в царствие небесное, войти, если не родиться от воды и духа, Иоанна 3, 5, и не идущий плоти Господа, и не пьющий крови его, лишается вечной жизни, 6, 53, а все это совершается никем иным, как только этими священными руками, то есть руками священника, как бы, так как без посредства их, можно будет, то как без посредства их, можно будет, кому-нибудь избежать гиенского огня, или получить уготованные венцы? Златоуст том 1, слово третье о священстве, страница 417. Священники для нас суть тем уже, которым вручено рождение духовное и возрождение крещением. Через них мы облекаемся во Христа и погребаемся вместе с Сыном Божиим и соделываемся членами этой блаженной главы. Том 1, страница 418. Не вникая в достоверность проповедника или крестителя, у них есть другой судья, испытующий и невидимое, потому что человек зрит на лицо, Божье на сердце. 1 ст. А к ощущению тебя всякий достойен веры, только бы он был из числа получивших на это власть, неосужденных явно и неотчужденных от церкви, истинно рукоположенных. Григорий Богослов, том 3, издание 1889 г, страница 246. Мы, святейший, хотя в других отношениях ничтожно, но не так невежественны или невнимательны к божественным заповедям, чтобы повелеть ученику нашему, не имеющему священства, дерзновенно совершать действия священства, как-то крестить младенцев, ибо в этом состоит обвинение. Преподобный Федор Студит, том 3, страница 396. Никого не должно смущать, когда видят, что больные принимают божественные благодать через окропление или облитие, тем более, что Священное Писание говорит, Иезекииле 36.25, числа 19.10, числа 8.5.7, 19.9. Отсюда ясно, что и окропление водой действует наподобие спасительной бани, и когда это бывает в церкви при чистой вере и принимающего, и дающего, то все может восполниться и совершиться величием Господнем и истинной веры. Не могут быть крещаемы те, которые же освящены церковным крещением. Так для чего же соблазняешь их в их вере и благости Господней? Или они получили Господню благодать, но только сокращенные и меньшие меры дарования Божественного и Святого Духа, Так что можно считать их христианами, но равнять с прочими не должно. Напротив, Дух Святой дается не меры, но на каждого верующего изливается весть. Святой Киприан Карфагенский, том 1, 62 письмо, стр. 320 Сподобившись сего святого миропомазания, именуетесь вы христианами, оправдывая имя сие возрождением, ибо прежде, нежели сподобились вы сей благодати, не были в подлинном смысле достойными из сего наименования, но приближались только к тому, чтобы вам быть христианами. Святой Кирилл Иерусалимский, стр. 38 Третье тайноводственное слово По ишествии из купели мы помазываемся благословенным помазанием по древнему чину, как обыкновенно были помазываемы на священство елеем из рога, так помазанный Христос духом от Бога Отца, так и в нас помазание, хотя происходит телесно, но приносит плод духовный, подобно тому, как и в крещении, совершение его бывает телесно. По калику мы погружаемся, но действие духовное, по калику мы освобождаемся от грехов. Затем возлагается рука через благословение, призывающее и привлекающее Святого Духа. Тартулиан о крещении, глава 6 и 7 Необходимо также тому, кто крещен, быть и помазану, что, приняв помазание, он мог соделаться помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову. Крещеное же помазывается елеем, освященным на алтаре, где совершается Евхаристия, Но кто не имеет ни алтаря, ни церкви, тот не мог осветить и вещества и лея. А если, как известно, у еретиков невозможно ни освящение и лея, ни совершение Евхаристии, то не может быть у них и духовного помазания. Святой Киприян Карфагенский, том 1, страница 276, письмо 57. Те, кто веровали в Самарии, получили законное и церковное крещение, но только то, чего им не доставало, сделано было Петром и Иоанном, именно, молитвой и возложением на них руки, призван был и снишен на них Дух Святой. Это самое делается теперь и у нас. Крещаемое в Церкви представляется начальником Церкви, и нашою молитвой и возложением рук приемлю Духа Святого и запечатлевается Господней Печатью. Том 1, страница 289, Киприан Карфагенский. Мира знаменает нам помазание Святого Духа, ибо премудрый Иоанн пишет, 1 Иоанна 2, 20, ибо мы помазуемся миром, особенно во время Святого Крещения, чтобы, совершая помазание, получить залог Святого Духа. Святой Кирилл Александрийский, том 7, страница 67. Таким образом, миром с ним совершается крещение, и мы делаемся через него храмами Троицы, поэтому оно преподается после крещения и не изводит на нас Духа, что явил над Собою и Спаситель, когда крестился в Иордане. Через сие же мира мы делаемся духовными и благодатствованными, и запечатленными печатью Божественной Троицы, так как мы освящаемся и возрождаемся в Святой Воде именем и его и имеем дары. Блаженный Симеон Солунский, страница 80. Как некрещенный остается нечистым и не возрождается в жизнь вечную, так непомазанный после крещения не имеет печати знамени Святой Троицы, не приемлит и благодать и Духа, ибо Божественное Таинство взаимно связуется друг с другом, и как нераздельная Троица, так нераздельны и дары ее. Там же страница 87-я Откуда нарицаемся христианами? Ответ нарицаемся православным христианинам ради имени Христова от Христа и от Хрисмы Сирич от помазания святым миром. Большой грехи и не принадлежа к тем, которым верен исцеление таких ран. Бог не есть Бог не устроение. Исправление и исцеление пресвитеров, то есть священников, он верил епископам. Как ты требуешь от меня того, что выше меня? Не следует. Филобер студит письмо шестое к пресвитеру, том второй странице пятнадцатая. Ты согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истизуют, но дают прощение во грехах. Златоуст вторая страница 328. Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом силился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, и такого он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести в прежнее состояние, потому что покаяние ценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для неневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грехи свои, но краткого дневного срока было достаточно для изглаждения и беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но столько времени смыв все грехи своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Златоустом 1, стр. 8-9. Бог показал, как он прощает грехи, согрешили некогда неневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло тех неневитин. На язву своя не возложили пост и строгий пост, лежание на земле и одежда из вретища, пепел и слезы, и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из пересисленных лекарств врачевало их. Что же это за лекарство? «Видел Бог, говорит пророк, яко обратишися от путей своих лукавых и раскаяся о зле, ежеглаголоши сотворите им». Иона 3.10 «Не сказал, видел пост, вретище, пепел». Я говорю, это не с тем, чтобы отвергать пост, нет, а для того, чтобы убедить вас сделать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Златоустом, 10, стр. 371 «Видел я немощных душой и телом, которые ради множества согрешений своих покусились на подвиги, превосходившие их силу, но не могли их вынести. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения». преподобный Иоанн Лестничник, слово 26, стр. 197 «Для того, чтобы кающиеся получили нисколько не менее справедливое воздаяние, для них достаточно вместо всякого наказания одного стыда». Иероним Стридонский, часть 4, стр. 283 «Никто пусть не говорит мне, я стыжусь, совесть моя полна грехов, я ношу тягчайшее бремя». Срок этих пяти дней достаточен для того, чтобы очистить множество грехов, если будешь трезвиться, молиться и бодрствовать. Не смотри на то, что время кратко, а имей в виду, что Господь человека любив. Не невитяне и в три дня отклонили от себя гнев его и нисколько не помешало им краткость времени, но все сделало душевное усердие их при помощи человеколюбия Господа. И блудница, приступившая ко Христу в краткое мгновение времени, смыла с себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил им уста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Лука 7 глава. Почему так? Потому что она приступила теплым расположением, с пламенной душой и с горячей верою, и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез мира. На это для покаяния не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение, и все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь, и обещай, больше не поступать так. И этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Златоустом 1, страница 542. Согрешил ты, войди в церковь и загласть свой грех, поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил столь великий грех отречение от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное, и однако же слезы загладили грех. Плачь ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не большие труды, а сам даст великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а он дарует тебе отпущение грехов. Златоустом 2, стр. Граница 328 Господь исцелил Закхея, блудница и Матфея Мытаря, и Петра после его троекратного отречения и расслабленного, и никому из них не понадобилось много времени, не потребовалось ни пост, ни лежание на земле, а потребовалось одно лишь обращение и вера, немедленное отступление от зла, истинное раскаяние и обильнейшие слезы. Вот где источник того великого и Бога одного достойного дара, которым и сам он один обладал, и который он перед вознесением на небо оставил своим ученикам вместо себя. При затворенных дверях явившись, он передал эту власть и ученикам своим, кому простить и проститься, на ком оставить и оставиться, ничего не предписав им относительной эпитемии святой Иоанн Дамаскин к вопросу о тайне исповеди страница 61 Мария Египетская, когда была еще великой грешницей, была допущена до причащения без эпитемии пролог 4 в ней 1 апреля Вовсе кажется мне не знаешь ты писал к пресвитеру преподобный Нил Синайский Хариклию Божественного Писания, почему обратив внимание на одну его сторону, показывающую только гнев Божий, немало не знаешь во всем почти Писание раскрытого Божьей человеколюбия, и под видом пастыря делаешь свойственно врагам, злым демонам предавая овец, доводим их с тобой до отчаяния, и не хочешь привести себе на мысль сказанного пророком Иезекиилем кровь погибших от руки и пастыря взыщу Иезекииле 3.18 Поэтому как же имеешь ты смеешь губить человека, до которого Христос немало не отрекся отдать душу свою, не говори, человек будто бы не приемлет Господь, согрешившего делом и исповедующегося только словом, ибо говоря это недалек ты от чистых по имени, но не чистых по делам, невежественных новоциан, Солом 85.13 Ибо когда великие грехи наши, тогда и он изливает на нас кающихся великое море своего милосердия, угошающее огонь злых наших дел, посему должен ты помышлять не о суде только, но и о человеколюбии Господа Христа. Не говори невежественного слова, будто не приемлет Бог простых устных выражений покаяния. А тебе, многих, может быть, и великих, угодно лишать спасения, потому что, говоришь, не приемлет Бог одних слов. «Где же дать место тому, что у пророка Исаия изречено Господом согрешившему? Говори ты, чтобы оправдаться» Исаия 43, 26, «Ибо сотворивший нас приемлет от желающих спастись не только чистоту, правду, мученический подвиг и доблестное подвижническое житие, но и сетывание о грехопадении, и ударение в чело, и биение в перси, и слезные капли, и скорбные помыслы, и болезненно взывающий ум, и возведение очей, искренно взирающих Богу и плачущих. Господь приемлет и уста, изрекающие подобно Давиду, согрешил я пред Господом», 1 Царь 12, 13, «Лукаво перед ним сотворил», Псалом 56, «И ты, старец, не унижай, но пачи приими, возлилей сердце сокрушенное и смиренное, ободри и спаси его, не плодов только полных приспияниями, требуя отпадших и взыская их в делах подвижнических, но приемли и слова сокрушающихся о грехе своем, и с великим смирением исповедующих тебе содеянное ими худо», преподобный Нил Синайский, том 3, страница 338, издание 1859 года. О посте самого первого взгляда легко заметить, что посты перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно. Именно в Риме перед Пасхой постятся непрерывно три недели, кроме субботы и Дня Господня, а в Иллирии во всей Греции и Александрии держат пост 6 недель до Пасхи и называют его Четыре Десятницей. Другие же начинают поститься за 7 недель до праздника и хотя исключая промежутки постятся только три педневки, однако свой пост называют Четыре Десятницей. Удивительно для меня, что те и другие разногласия между собой в числе постных дней называют постодинаково в сорокадневном и представляют особые свои основания для объяснения его наименования. Притом видно, что разногласия их касаются не только числа постных дней, но и понятия воздержания отъезд, потому что одни воздержатся от употребления в пищу всякого рода животных, другие же из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбами едят и птиц, говоря, что птицы по сказанию Моисея произошли также из воды. Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, постясь до девятого часа, вкушают потом всякую пищу. Таким образом, у разных племен бывает различно и представляется на то бесчисленные причины, и так как никто не может указать на письменное касательность всего повеления, то явно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе не по страху и принуждению. Таково по церквам разногласия и рассуждения постов. Вообще, между всеми обществами верных едва ли можно найти две церкви, которые в совершении молитвы были бы вполне согласны одна с другой. Церковная история Историк Сократ Страница 424 Они весьма справедливо думают, что безумно было бы христианам, согласным в главных пунктах верования, разделяться между собой из-за обычаев, ибо во всех церквах, хотя они исповедуют одно и то же учение, нельзя найти одних и тех же по всему сходных преданий. Историк Созамент Церковная История Книга Седьмая Страница 517 Апостолы установили, чтобы мы не осуждали никого за пищу и питье и какой-нибудь праздник или новомесячие или субботы. Откуда же эти распри, откуда расколы? Мы празднуем, но в закваске злоба и лукавства раздирая Церковь Божию и соблюдаем внешнее, чтобы отвергнуть лучшее веру и любовь. Что такие праздники и посты не угодны Богу? Мы слышали из уст пророческих. Святой Ирине Ильонский Глава 36 710 Я сам так поступаю говорил Ирине Ирине и мудрого христианина, что поступает так, как поступает в той церкви, в которой ему случится быть. Ибо что не восстает ни против веры, ни против добрых нравов, должно быть почитаемо за безразличное и должно быть соблюдаемо согласно с теми, среди которых живем.